Добрый день! Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения, но у вас все еще перед глазами стресс, перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает, но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что оно само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарь специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях. Вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой, этой буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука. Тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. Бог меня не любит. Это очень часто постигают людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу. Бог ко мне не благоволит. Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет по отношению к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас есть Библия. Библия, в ней Бог отражает понимание своей любви. В ней мы обращаем внимание на вопрос, что Бог никогда не изменяется. И Священное Писание во многих местах повторяет эту фразу. «Я не изменяюсь». В конечном итоге, финалом, кульминацией Священного Писания для нас предстает Иисус Христос, Сын Божий, который умирает на Голговском кресте за человека. И я сказал лишь только малое в общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать в себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, нам порой становится грустно, печально. Мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку. У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова. Это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта. И помните, выход есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!